Путин отправил русских мужчин умирать в Украине в голоде, холоде и муках. Российские власти не снабдили военных элементарным теплой одеждой, свежей пищей, медикаментами и современным оружием. Так что, блядь, то, что по телеку, я тебе говорю, все просто плашное наебалово. Число погибших россиян в Украине уже перевалило за 100 тысяч. А Путин все еще продолжает притворяться, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину идет по плану. Ничего мы не потеряли и ничего не потеряли. Более того, диктатор Путин желает веселиться. Да, мы делаем это. В городах России началась активная подготовка к новогодним праздникам. Пока русские военные мерзнут в окопах, чиновники со всех уголков страны планируют потратить на рождественские елки сотни миллионов рублей. У нас будет настоящая живая ель. Большая, красивая, 30 метров. Из крупных городов России меньше всего на празднования собираются потратить в Казани. Впрочем, сумма все равно колоссальная. Почти 26 миллионов рублей. Раз, два, три, елочка горит! Ледовый городок, три елки и ярмарка будут праздновать с размахом в Екатеринбурге. Елка будет сама наряжаться, будет натягиваться небо. От елки будет как шлейф выходить на 10 метров в каждую сторону. Это как будет световое панно такое. Значит, и жизнь, да, конечно же. 26 миллионов и 200 тысяч рублей. Именно столько обойдется новогодний декор в центре города. Около 30 миллионов из местного бюджета выложат на елку и декор в Уфе. Деньги потратят на сборку искусственных елей, заготовку, перевозку, изготовление ледовых фигур, детских горок, лабиринтов, а также парапетов. В Перми на праздник потратят 40 миллионов рублей, 30 из которых пойдут на ледовые скульптуры. Не в десятках, а в сотнях миллионов рублей оценивается подготовка к новогоднему празднованию в Москве. Из окон Кремля Путин будет любоваться 27-метровой елкой. Ее украсят гирляндами длиной в 3000 метров и шарами, количество которых перевалит за 1000. Новогодние декорации обойдутся москвичам в 303 миллиона рублей, что на 32 миллиона больше, чем в прошлом году. Елка прекрасная, красивейшие конструкции, 2022 год также написано. Впрочем, даже такая колоссальная сумма не потолок. Вот в Челябинске из местного бюджета потратят 450 миллионов рублей на празднование. 400 миллионов из которых уйдет на иллюминацию, еще 27 на елки, деревья, луну и елочные игрушки. Остальные деньги тратятся на ледовый городок и сопутствующие расходы. Впрочем, больше всего на празднование потратит мэрия Санкт-Петербурга более 830 миллионов рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Праздник обойдется дороже, так как местные власти в такое непростое для России время решили закупить новые украшения и декорации. Ужасно и то, что рождественские украшения в этом году еще используются в целях кремлевской пропаганды. Так в Москве, возле рождественских елок, расставили инсталляции расшистских знаков в виде букв ZVO. А в городе Чита городское правительство установило ледяные скульптуры солдат русской армии с автоматами. Празднование Нового года – это праздник, который имеет корни со времен Советского Союза, и он очень важен на идеологическом уровне. Вот эта традиция, она перекочевала со времен Советского Союза уже в современную Россию. И, конечно же, что можно делать в идеологическом, пропагандистском плане, так это же возвышать и радоваться той же войне против Украины. И то, что в разных городах России множество просто атрибутов этой войны, они включены в празднование Нового года, это только подтверждает этот факт. Российские власти, которые довели страну до обнищания, им совсем не стыдно устраивать такие роскошные праздники в чрезвычайно сложное время для экономики страны сразу по нескольким причинам. Первое – политтехнологическое, объясняет политолог. Народ всегда требует еды и зрелищ, и когда еды не хватает, нужно компенсировать это зрелище. И в надежде на то, что люди сейчас уйдут на двух-трехнедельные празднования Нового года и забудут обо всех проблемах, и будут просто сидеть за столами и рассказывать о величии России, это, конечно же, наверное, финальный задум центральной власти. Вторая составляющая – коррупционно-финансовая. Ну, это вообще классика в России особенно, когда на каких-то громких тендерах с большим количеством товаров, которые там закупаются городскими администрациями для празднований, либо для каких-то больших мероприятий. Это обычно кормушка для местных чиновников и местной власти. Как всегда, российские власти думают о себе, а не о народе. Вместо того, чтобы обеспечить достойные пенсии и социальные выплаты гражданам, заботятся о семьях военных, которые остались без кормильцев, Путин и его свита устраивают пир во время чумы.